Адская ночь. Петушок был на свидании со своим поставщиком и закупил на 10 фунтов героина и на 15 кокаина, но героин оказался совсем не героином, а кокаин разбавлен до такой степени, что и говорить об этом не стоит. Какие же все же грязные и подлые твари эти люди. Как может один человек извлекать выгоду из горестной нужды другого? Во время войны то же самое было со спекулянтами. Собственно так было всегда. Я пишу это в турецкой бане. Я больше не в силах выносить этот отвратительный дом. Баня мне очень помогла. Массаж успокоил мои нервы и после довольно долгого сна одна чашка чая возвратила меня к жизни. Пыталась читать газету, но каждая строка бередит мою рану. Они кажется помешались на наркотиках. Я считаю, что это и в самом деле вполне естественно. Не забуду, как мой отец однажды пояснил мне, что неравенство, благосостояние и всякие злоупотребления в коммерции происходят из-за искусственных ограничений. Надувательство прошлой ночи сделал возможным великий филантроп Джейбс Платт. Это именно его дьявольский наркозакон породил ту самую торговлю, которую он старается подавить. Ведь до сих пор ее не было нигде, кроме его прогнившего воображения. На меня накатывают внезапные приступы крайней усталости. Наркотик бы мне помог. Все остальное не производит никакого эффекта. Все, что происходит, вызывает у меня желание сделать вдох носом. И каждый вдох носом влечет меня за собой. Какое-нибудь происшествие. Из клетки нельзя убежать. Но вся сложность ситуации заставляет меня. Ну вот, я не могу додумать то, что я начал оговорить. Мой разум вдруг остановился. Это как если бы вы уронили сумочку. Вы нагибаетесь, чтобы ее поднять. И вещи разлетаются по всей комнате. И всегда кажется, что вы собрали не все. И чего-то не достает. Никогда нельзя вспомнить, чего именно. Но чувство досады остро. Оно мешается за смутным страхом. И мне раньше часто случалось забывать вещи, что это происходит. С каждым. И постоянно. Но это никого не беспокоит. Однако теперь всякий раз, если припоминаю, будто что-то забыло, я начинаю думать. Не героин ли это? Или кокаин? А может смесь обоих? Так замутняет мой ум. Моя память то и дело возвращается к тому американскому негру, которого мы повстречали в Неаполе. Он сказал, что снежок делает людей ветренными и скептичными. Так причудливо и выразился. Полагаю, что под скептичными... Он подразумевал подозрительный. По крайней мере, такой я стала. Ветренный. Я не могу удержать мысль на предметах, как умело это раньше. Кроме, конечно, одной вещи. Но даже она путанная. В мыслях нет ясности. В мыслях боль и страх, и печаль. И зловещий восторг. И каждый, кого я вижу, вызывает у меня подозрения. Я все угадаю. Думают ли они о том, что я употребляю? И не могут ли они сотворить что-нибудь гнусное? Я постоянно жду от людей какого-нибудь грязного подвоха. Но это не мания. С той ночи, когда встретила петушка, я видела и вижу столько мошенничества и подлости, сколько не видела за предшествующую жизнь. Похоже, мы каким-то образом попали в дурное общество. Но и моим старейшим друзьям я тоже не могу доверять, как раньше. Все они одинаковые. Вот я и думаю, не мания ли это? Как ее можно отличить? А ведут они себя странно? Я в нерешительности. Как? Может? Можно ли вообще быть уверенным в чем-то? Нельзя. Чем больше ты об этом думаешь, тем больше убеждаешься, что так оно и есть. Посмотрите, как подвел нас этот феклс. Насколько я могу судить, даже у таких по-настоящему милых женщин, как Гретель и Мейбл Блэк, могут быть еще те мотивы. И я себя-то на самом деле подозреваю. Да, по-моему, это она. Я должна идти домой. Надеюсь, петушок с божьей помощью где-нибудь что-то донашел.